Глуба уважаемых членов президиума, глоба уважаемых коллеги. Мой доклад завершает сегодняшнюю секцию, наверное, не случайно, потому что интервенционные технологии как раз являются завершающим этапом диагностического процесса и позволяют после их проведения направить пациента уже к онкологу для проведения лечения или же оставить на динамическое наблюдение. После проведения комплексно-диагностического обследования с применением ультразвуковых, генеологических технологий МРТ не всегда можем однозначно поставить стопроцентный диагноз. Все равно это в какой-то степени предсказательный диагноз, вероятный диагноз. Нужно подтвердить наше заключение или же, опять же, при выставлении БИРАЦ-3, БИРАЦ-4 доказать какие изменения в молочной железе. Существуют различные алгоритмы применения этих технологий. Я нашел в статье такую табличку 1996 года, в которой рекомендуется применение сначала тонкоигольной биопсии, при установлении диагноза уже направление на лечение, при неоднозначном ответе применение корбиопсии. Ну а если опять не получилось, то уже на диагностическую секторальную реакцию. На сегодняшний день такой подход неэффективен. Так как нам изменились подходы к диагностике, предоперационной диагностике, нам необходимо помимо просто знать опухоль или не опухоль, нам нужно иметь гистологическое строение опухоль, нам нужно иметь гистохимический рецепторный статус опухоли на предоперационном этапе, чтобы правильнее планировать проведение лечения с возможностью органосохраняющего лечения. Поэтому в сегодняшний день такой подход считаю неэффективным. В разных странах существуют достаточно большие варианты рекомендаций для применения инвазивных технологий. Это пример гадлайнсов австралийских. У нас тоже существуют различные рекомендации. Первый — это приказ от 2006 года, в котором прописаны, и рекомендации по применению различных инвазивных технологий, рекомендации к помещениям и так далее. Также в 2006 году были выпущены методические рекомендации по организации медицинской помощи при заболевании молочной железы, в которых прописаны применения технологий. В 2009 году были разработаны по приказу Минздрава новые технологии, которые были зарегистрированы. Это как раз по применению различных видов интернационных вмешательств. Это то, что на сегодняшний день у нас есть в качестве приказа, в качестве рекомендации литературы. Как же нам выбрать, какой метод биопсии нам нужно применять в данной ситуации? Какие факторы влияют на метод биопсии? Это, естественно, клинические особенности образования. Пальпируются они, какие контуры образований. Далее визуальные особенности, то есть то, что мы выявляем при применении лучевых методов диагностики, на УЗИ, как видно это образование, при маммографии, при МРТ. Эти все особенности определяют способ выбора биопсии. Потребность в определении гормонального статуса, как я уже сказал. То есть если мы видим, что это опухоль, нам недостаточно цитологического заключения, нам нужно иметь на предоперационном этапе характеристики иммуногистохимической опухоли. Опыт врача, как выполняющего процедуру, так и оценивающий материал, мы не должны это исключать. Ну и время получения результата. Понятно, что цитологию мы можем получить через полчаса, а гистология — это от суток до недели. Какие способы визуализации? Естественно, биопсия должна проводиться под каким-то видом визуализации. Опять же, как нам выбрать, что нужно в данной ситуации применять? Если опухоль плохо клинически определяется, в обязательном порядке мы должны использовать какой-то метод визуализации, размеры участков поражения, близость к грудной стенке, близость к инородному телу, к импланту, расположение в акселярной области. Все эти факторы, которые влияют на выбор метода визуализации. По поводу вообще применения визуализации. Даже если, вот пример, тонкоигольная биопсия аспирации кисты. Даже если хорошо пальпируется киста больших размеров, в процессе выполнения аспирации жидкости с полости кисты мы будем терять эту клиническую оценку, мы будем терять эту кисту, а эффективность проведения пункции кисты зависит от полного удаления, полной аспирации жидкости. Если хоть чуть-чуть останется жидкость в полости кисты, то рецидив этой кисты вероятен 90%. Поэтому даже при хорошо пальпируемом образовании нам необходимо использовать визуализацию. То же самое с опухолью. Если хорошо пальпируема опухоль молочной железы, мы знаем, что вокруг опухолевого узла всегда существует отек инфильтрации тканей. В центре опухоли, даже если она больших размеров, существует всегда некроз. Поэтому если мы не будем использовать визуализацию, ультразвуковую, рентгенологическую, мы можем просто получить ткань из зоны отека вокруг опухолевого узла или из центра зоны некроза, и мы не сможем получить подтверждение предполагаемого диагноза. Какие же преимущества тонкоигольной аспирационной биопсии? Естественно, это простота проведения процедуры и скорость. Мы быстро все это делаем. Не требует никого обезболивания. Это берется иголочка 24G калибром тоненькостандартная игла, стандартный шприц 20-миллиграммовый. Получаем цитологическое исследование и низкая стоимость. Но есть и, естественно, отрицательные недостатки. При таких образованиях, как скопление микрокальцинатов, как нарушение архитектоники, достаточно сложно получить материал для цитологического исследования, недостаточный материал для подтверждения диагноза, не позволяет отличить цитологическое исследование инвазивный рак от рака ин-ситу. Затруднена дифференциальная диагностика между атипической протоковой гиперфлазией и между дольковым раком. Также опухоли со скудным эпителиальным материалом, это фиброодном, со склерозированным, или рак инфильтративный дольковый, или скирозный. Также цитологического материала мало для дифференциальной диагностики этих образований. Как проводится тонкоигольная биопсия? Игла идет под углом в плоскости датчика обязательно, мы хорошо визуализируем ось иглу, ось биопсии, вы видите, что иголочка находилась в центре. Сейчас еще раз запущу. Четко визуализируем иглу в центре образования, образование здесь 5 мм, и хорошо визуализируем, мы можем получить цитологический материал даже из самого маленького образования. Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатических узлов. Здесь у нас уже есть материал, полученный из первичного очага молочной железы, и наша задача определить распространенность процесса, подтвердить поражение региональных лимфатических узлов. Здесь достаточно хорошо применяется тонкоигольная аспирационная биопсия, хорошая визуализация иглы под контролем ультразвука. Здесь я привел в пример статью, в которой сравнивается корбиопсия лимфатических узлов и тонкоигольная аспирационная биопсия. Авторы здесь доказали, что статистической разницы между в точности и специфичности тонкоигольной аспирационной биопсии и корбиопсии нет. Поэтому именно так как нам не требуется получение гистологической структуры из опухолевого узла, не требуется рецепторного статуса, мы можем здесь применять тонкоигольную аспирационную биопсию с большой эффективностью. Трипан биопсия под контролем УЗИ. Мы получаем большое количество материала для всех видов исследований. Мы можем применять, когда отсутствует соответствие между клиническим данным и статологическим исследованием, то есть это как раз на втором этапе, если у нас не получилось подтвердить при тонкоигольной биопсии. Какие же недостатки? Должна быть специальная подготовка как у врача, проводящего процедуру, так и у врача, оценивающего результаты, то есть патоморфолог. Мы должны принять безболивание, естественно, ну и возникают соответствующие осложнения, как гематомы и аллергические реакции. В данной таблице приведена сравнительные данные чувствительности и специфичности по данным различных авторов, и вы увидите, что, конечно же, корбиопсия более эффективна, чем тонкоигольная биопсия в дифференциальной диагностике образований злокачественных и доброкачественных образований. Как она проводится? То же самое, такое же образование, таких же размеров. Тоже иголочка идет по оси датчик под углом. Мы хорошо визуализируем ход иглы. Подводится иголочка к образованию, выполняется выстрел. И происходит забор материала на цитологическое и на гистологическое исследование. Стереотоксическая биопсия. Когда невозможно визуализировать образование под контролем УЗИ, нам необходимо применять другой метод. Визуализация – это рентгенологический. Естественно, проще и меньше отсутствия ионизирующего излучения – это к применению под биопсией под контролем УЗИ. В ряде случаев мы не можем ультразвук применить в качестве метода визуализации, поэтому какие же это образования? Это локальный склерозирующий дно, аденоз и рак в виде скопления кальцентра. Вы видите, что невозможно дифференцировать эти два состояния без биопсии. И фибросклероз в виде линейного фиброза, жировой некроз или рак в виде тежистой перестройки. Также достаточно эти образования похожи, состояния похожи между собой. Конечно, мы здесь должны применять стереотоксическую биопсию. Какие варианты биопсии существуют? Первое – в зависимости от аппарата, который у вас есть, это в горизонтальном положении или в вертикальном. Если у вас приставка для маммографа – это вертикальная биопсия. Если у вас отдельный стол для биопсии – это горизонтальная. Дальше – какой инструмент мы используем для биопсии. Или мы используем пружинный пистолет, тогда это с использованием системы пистолет-игла. Или вакуумная биопсия, если у нас есть аппарат для вакуумной биопсии. И отдельно предоперационный размет, как вариант стереотоксической методики инвазивной. Мы выполняем прицельный снимок под прямым углом, выявляем очаг изменений, выполняется стереопара под минус и плюс 15 градусов. Аппарат рассчитывает координаты положения образования в молочной железе. Мы также вводим в аппарат характеристики иглы, которые используют абсолютно разные. Можем использовать системы для биопсии. Полуавтоматические, автоматические, вакуумные системы. Это неважно. Вводятся характеристики в аппарат, он рассчитывает третью координату Z. И выполняется уже биопсия. Забор материала. Отпечатки идут на цитологическое исследование и гистология, иммуногистохимия по результатам. Предоперационная разметка. Если мы выявляем маленькие непальпируемые образования, размер этих изменений может быть 2-3 мм, рак ин-ситу. Мы должны показать хирургу, где в какой зоне находится это образование, локализовать его для того, чтобы они могли выполнить радикальную секторальную резекцию. Для этого и применяется методика предоперационной разметки. Здесь пример приведен на аналоговом аппарате. Это есть цифровые, у нас есть аналоговые приставки для стереотоксической биопсии. То же самое, стереопара, плюс-минус 15 градусов. Мы показываем, где находится образование, и размещаем маркер. Как должен идеально располагаться в опухоле маркер? То есть маркер должен проходить сквозь образование, усики раскрываются под образование, фиксируются в ткани, и это позволяет минимально смещаться этому маркеру в ткани молочной железы в процессе, пока пациентка ждет операции, пока она перемещается от кабинета маммографического до операционной, она может в палате находиться, ждать своей очереди. Здесь минимальное смещение этого образования. После операции обязательно выполняется рентген-контроль удаленного сектора. Вот видите разметка, вот у нас скопление микрокальцинатов. Зона здесь как раз рядышком находится. И вот контроль, вот эти кальцинаты. В процессе операции привозят нам сектор, мы делаем рентген-контроль и говорим уже онкологам, удален весь объем кальцинатов, в краю они резекции, как они относительно до удаленного сектора расположены, опухоль. Если нет, мы говорим, где, в каком краю, чтобы они могли добрать объем, если это необходимо. Вакуумно-аспирационная биопсия это диагностическая методика, которая позволяет забрать большое количество материала для исследования с меньшей травматизацией ткани, чем корбиопсия. Какие варианты бывают? Опять же, все зависит от метода визуализации. Как мы выполняем визуализацию? Под контролем УЗИ, под контролем брентгена, под контролем томосинтеза, под контролем МРТ. То есть, что у нас является способом визуализации, так она и работает. Какие системы для вакуумно-аспирационной биопсии? Существует три компании, которые выпускают. Все они есть у нас в России. Отличаются только конструктивными особенностями. В общем-то, все они работают хорошо. Какой принцип вакуумно-аспирационной биопсии под контролем ультразвука? Зонд располагается под образование, под контролем УЗИ подводится. Открывается апертура, работает вакуум, всасывается ткань молочной железы в полость иглы, и происходит срабатывание ножа циркулярно, срезается этот участок, и образец отправляется в зону, в камеру для приема образцов. Игла не смещается из образования, именно поэтому эта методика менее травматична, чем корбиопсия, хотя диаметр калибра этой иглы в два-три раза больше, чем при корбиопсии. Почему? Потому что нам не надо вынимать, травмировать опять ткани молочной железы, потом опять вставлять эту иглу, она постоянно находится на одном месте. Мы поворачиваем апертуру по собственной оси, по часам, и можем брать бесконечное количество образцов ткани, не убирая иглы из апертуры, за счет того, что образцы уходят в специальную камеру за счет вакуума. Мы взяли какое-то количество образцов, сколько там это нужно, и после процедуры обязательно поставили маркер для локализации этого образования. В случае, если мы удалили весь видимый объем образования, если это кальцинат, мы можем удалить весь объем кальцинатов, мы доказываем, что там рак, но как потом найти этот участок для хирурга? Обязательно нужно установить меточку для того, чтобы потом локализовать это образование по этой метке. Вот здесь применяется вакуумная биопсия для удаления небольшого доброкачественного образования фиброаденомы. Вы видите, что хорошо визуализируется контуры образования. Под местной анестезией амбулаторно выполняется удаление. Мы видим каждый этап удаления образцов ткани, и операция заканчивается тем, что мы просто перестаем визуализировать фиброаденомы при УЗИ. Стереотоксическая биопсия стол, горизонтальная биопсия, зажимается участок искомой молочной железы, стереопара стандартная, скопление микрокаллицинатов, под местной анестезии, контроль иглы в молочной железе на скопление каллицинатов. После окончания процедуры мы установили сюда маркер. Это МР неактивная, танталовая скрепка, которую пациентам можно выполнять МРТ после этих исследований. Были просто прецеденты, когда пациент приходил, и не хотели выполнить МРТ головы и какие-то исследования. То есть здесь можно выполнять. Дальше. И рентген, контроль удаленных образцов. Вот видите, вот они содержат кальцинатики. Можем также снять на этом аппарате и пометить для хирурга. Если мы выявляем внутрипротоковые изменения при дуктографии, как же нам локализовать, как же нам взять биопсию, если это, конечно, необходимо? Мы также можем выполнить дуктографию, локализовать образование внутри протока. Вот здесь топ-контраст. И также на это место прицелиться при стереотаксисе и выполнить биопсию данного участка. В качестве лечебной методики данная технология не применяется, потому что в основном, конечно, в большинстве случаев множественные поражения внутри протока, и поэтому удаление конкретно этого участка, возможно, не приведет к лечебному эффекту. То есть выделение все равно продолжится. Поэтому, если это необходимо в качестве диагностического, то можно применять. Томосинтез. На сегодняшний день уже широко применяется томосинтез. И если видно образование только при томосинтезе, но не видно при стандартной мемографии, как же нам сделать биопсию? Вот есть приставки для маммографа, который снабжен системой томосинтеза, и мы можем выполнять томосинтезические срезы. И здесь является снимком наведения не стереопара, а именно томографический срез. Как раз глубина залегания образования в молочной железе определяется номером этого среза, на котором визуализируется объект. Аппарат также рассчитывает и тоже выполняется такая же биопсия образования, только под контролем томосинтеза. МРТ. Опять же, если у нас визуализируется объект только под контролем МРТ, значит, у нас нет никаких возможностей выбора. Мы можем делать биопсию под контролем МРТ. Это специальная биопсийная катушка. Выявлено два очага на МРТ. Происходит разметка этого образования под контролем МРТ. И выполняется биопсия образования. Естественно, также после проведения биопсии устанавливается метка. Какие же выводы можно сделать? У нас выделяется три вида биопсии. Это тонкоигольная аспирационная биопсия, корбиопсия и вакуумная биопсия. Обязательно она должна выполняться под каким-то методом визуализации, под которым лучше всего видно образование. Если образование видно под несколькими видами визуализации, естественно, мы выбираем ультразвук как не обладающий ионизирующим излучением. менее вредным образованием. Метод визуализации должен основываться на особенности как раз визуализации образования и, конечно же, на опыте врача. При подозрении на злокачественную природу целесообразнее выполнение сразу же корбиопсии, а не тонкоигольной. И трепан биопсию позволяет одновременно проводить как высокоточную диагностику забором клеточно-тканевого материала, но и также позволяет иметь факторы тканевые, а факторы прогноза. Здесь представлены на этом слайде еще несколько инвазивных методик. Дуктоскопия, которая на сегодняшний день начала уже выполняться. В течение двух лет в Питере как раз выполняет достаточно интересные технологии под местной анестезией. Мы можем как диагностической целью, так и с лечебной выполнять дуктоскопию. Вот еще одна технология — это криоабляция. Метод интересный. Не происходит удаление опухоли, а как и происходит замораживание опухоли. Она применяется как в лечении доброкачественных, так и уже начали применять в лечении злокачественных образований, но в России ее пока нет. Расходка достаточно дорогая. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Львович. У меня вот такой вопрос. Сейчас как бы в мире и у нас в стране появляются адепты именно вакуумно-аспирационного метода, и именно использующие его не как диагностический, а как лечебно-диагностический, без особого первичного отбора. Я имею в виду, оперируются и фиброденомы, атипичные кисты, узловые мастопатии, все подряд, причем без особой размерности. Вы вообще считаете это адекватным, целесообразным? Вот такой подход использования данного метода? Это первый вопрос. Можно отвечать или сразу задайся? Ответьте потом. Значит, для каждого метода у нас существуют показания, противопоказания, и просто использовать просто так, без каких-то определенных алгоритмов, это дискредитация метода. Мы его используем уже в течение 7 лет как вакуумную биопсию в качестве лечебной процедуры. Это диагностическая процедура с лечебным эффектом. Скажем так, как я сказал, мы выполняем биопсию образования в случае подтверждения доброкачественности этого образования, и в случае удаления всей измененной ткани нам нет смысла выполнять последующие процедуры. Это участок скопления кальцинатов, локальный склероз. Это небольшие фиброаденомы. Когда мы можем удалить всю ткань видимого образования, и дальше можем удалить пациента. Пациентке больше не требуется каких-то дальнейших операций. Мы удалили всю ткань, мы доказали, что там нет изменений. Поэтому получается лечебный эффект. Естественно, мы можем брать кисты, мы можем завести цист аденопопиломы, мы можем брать участки перестройки структуры. Мы этих пациентов берем для диагностики, для выявления рака молочной железы. Если мы не определяем его, дальше мы смотрим, что делать дальше. Это в плане показаний. Опять же, существует, естественно, какое-то определенное обследование обязательно перед этой процедурой. Мы стандартно выполняем клиническое обследование маммографии, ультразвук, и решаем, что дальше делать, какую методику интервенционную нам дальше применять. Мы сначала выполняем или корбиопсию, или тонкоигольную биопсию, для того, чтобы определиться, что это за образование. Дальше мы решаем уже, именно если мы говорим о лечении, то есть удалении целиком образования, то, конечно, предварительно выполняется биопсия этого образования. А размер имеет значение? Когда мы начинали эту процедуру, мы написали, что не больше 2 см образования. Почему? Потому что длина апертуры 19,7 мм, если размер образования больше 2, то затруднена визуализация вот этого участка, который остается. На сегодняшний день в Европе очень много докладов, что удаляются образования 4 см. Успешных. После проведения первичной вакуумной биопсии удаления остается резидуальная опухоль, которую они удаляют на втором этапе. Я считаю, что это, наверное, неправильно, потому что хирург может удалить это образование за 15 минут. Зачем учиться 2 часа удалять, а потом еще раз повторно. Я не вижу смысла в этом. А вот удаление образований маленьких, которые плохо пальпируются, которые лежат в толще ткани молочной железы, которые сложно найти хирургу или ему придется достаточно сильно повредить ткань молочной железы, особенно у нерожавших женщин. Вот здесь как раз это метод выбора. Поэтому здесь, конечно, как и любая технология, здесь нужно найти свою нишу и свои показания. И вот как раз для удаления таких образований маленьких, очень эффективная методика, мы сейчас удаляем эти образования за 15 минут, даже не выделяем специально времени на это. Она идет у нас, у меня в потоке амбулаторного приема. Ну да, меня вот это именно интересовало размер, то есть потому что очень много сейчас… Кровотечения, естественно, достаточно серьезные, поэтому… Ясно. И второй вопрос. По фузооблации вообще как это метод используется где-нибудь? У нас пока нет. Мы надеемся, стоит фуз, но пока нет. Но ближайшие, так понимаю, это… Ну, планы есть. Ну, ясно, ладно, хорошо, спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Михаил Владимирович, спасибо. Конечно, хороший был доклад. Я хочу немножко поправить насчет кривообляции. Вы сказали, что в России она не осуществляется. В нашем институте уже в течение пяти лет ее делают. Профессор Прохоров на этом конгрессе, он представляет свой доклад, он очень красивый. То есть если кто-то хочет… Да, сегодня целая сессия, эта сессия будет посвящена. То есть можно посидеть и посмотреть. Действительно, это очень хорошо. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы представили очень много нам методов функционных биопсий. Какие используются именно в вашей клинике? Используется ли биопсия под томосинтезом? Просто это очень интересно. Ну вот под томосинтезом и под МРТ у нас не используется, потому что в России на сегодняшний день под томосинтезом этой приставки пока не завезена. У нас есть томосинтез, но вот систем для биопсии нет. Это нужно именно систему на аппарат, который оснащен томосинтезом. Пока только Галоджик я видел, представил эту систему для томосинтеза. К сожалению, в России пока нет. МРТ у нас, опять же, тоже, к сожалению, нет. Поэтому вот эти группы пациентов достаточно тяжело. К нам присылают пациентов после томосинтеза, которым выявлены образования, и нам найти при стереотаксе эти участки крайне тяжело. По каким-то косвенным признакам, но иногда на прицельных мемограммах все-таки видно. То есть, конечно, когда ты делаешь стереотакси прицельные, вот эти маленькие снимочки, здесь больше расплющивается, грубо говоря, ткань молочной железы, компрессия больше, мы видим все-таки эти участки. Но не всегда. Но это достаточно. А под МРТ очень тяжело. Если выявлен участок под МРТ, мы пытаемся досмотреть на УЗИ, найти что-то там как-то. Ну, это, конечно, все тяжело. Вот здесь как раз идут ошибки. Еще вопросы? Михаил Георгиевич, такой вопрос. Вот если вы выполняете стереотоксическую биопсию, достаточно точная методика, ну, допустим, неинвазивная форма рака, а протоковый рак инситу, процент расхождения диагнозов? Я не могу сказать именно рак инситу или инвазивный. Здесь все-таки больше от площади поражения можно говорить. Когда инвазивный, понятно. Если инвазивный, то инвазивный. Ну, тоже. То есть именно площадь изменения. То есть у нас может быть рак инситу и занимать площадь 5 см, раскидан кальцинаты. У нас может быть неинвазивный, но это может быть 3-4 мм маленький узелочек. Вот здесь больше, я бы сказал, не на рак инситу инвазивный, а именно на площади поражения. Естественно, неинвазивный рак в связи скопления кальцинатов, эффективность методики ниже. Конечно, вот именно это и показания для вакуумной биопсии. Потому что здесь мы забираем большой объем ткани. И вот когда у нас вообще в Европе, в Америке все доклады о том, что при скоплении кальцинатов, при перестройке структуры нужно использовать вакуумную биопсию как метод более информативный перед корбиопсией. Потому что как раз малый объем ткани, эпителиальной ткани, малый объем клеток увеличивает процент ошибки. В данной ситуации где-то 95, даже 90%, только 90-95% результативность корбиопсии. В данной ситуации вакуумная биопсия, она, конечно, более информативна. У нас есть несколько случаев, 5, по-моему, скопления кальцинатов. Мы им выполняли сначала корбиопсию, мы не получили подтверждение рака и решили удалить все это скопление кальцинатов, не оставлять. И вот в пяти случаях мы получили рак молочной железы в этой ситуации. Поэтому, конечно же, вакуумная биопсия именно в дифференциальной диагностике участков скопления микрокальцинатов, она эффективнее, чем корбиопсия. Это доказано и на нашем примере тоже. Спасибо большое. Хорошо. Заключительное слово, Екатерина Александровна. Спасибо. В завершении позвольте всех нас поздравить с успешным проведением сессии лучевой диагностики в эмомологии. Сегодня мы рассматривали мультимодальный подход, были доклады о всех существующих на сегодняшний день методах визуализации молочной железы. Я благодарю докладчиков за обстоятельные, хорошо структуризированные доклады. Благодарю аудиторию за проявленный интерес и за живую дискуссию. Нам надо чаще встречаться.